Учебная аварийная тревога поступления заборной воды в трех третьего отсека через заднюю крышку АВИК. Эти кадры в своем роде уникальные. Впервые съемочная группа оказалась свидетелем учений по борьбе за живучесть на борту модернизированного Ясеня. Казань – самый современный многоцелевой атомоход нашего флота. Особенности его конструкции и характеристики – гостайна. Но экипаж все же согласился кое-что нам показать. А это помещение амбулатория операционная. Именно сюда доставят пострадавших в случае пожара. А конкретно вот в это помещение небольшую барокамеру. Она закрывается герметично. И вот здесь первоусловно пострадавший. Расскажите, что за прибор такой? Это дыхательный аппарат ДА-21М. Предназначен для подачи кислорода пострадавшим и проведения оксигеновой аэротерапии. Затопление или пожар – экипаж готов к любой нештатной ситуации. А чтобы усложнить задачу, все учения проходят в максимально стесненных условиях. В самых труднодоступных отсеках подводной лодки. Это жилой отсек. Здесь находится каюта личного состава. Как видно, места совсем немного. Чтобы разойтись в коридоре, придется вжаться в стенку. Здесь живет и работает личный состав атомного подводного крейсера. Тканевая отделка, телевизоры, кондиционеры. Каюты на корабле новейшего проекта стали значительно комфортнее, чем любой другой подводной лодки. И это лишь малая часть изменений. Инженеры в корне поменяли принцип управления субмариной. Здесь реализована единая интегрена системы боевого управления. То есть это единая информационная шина, на которой завязаны все системы управления, включая оружие, акустика, система боевого управления. Это святая святых корабля. И вот центральный пост. Впервые военные моряки пускают журналистов сюда так свободно и позволяют показать все это зрителям. Командует новейшей субмариной Александр Бекетов. Он подсвятил флоту всю свою жизнь. Последние 10 лет служат на атомных подводных крейсерах. И Казань называет самым совершенным проектом на российском флоте. Те вопросы, которые раньше занимало много времени, такие как постановка на стабилизацию глубины бесхода, те моменты, которые сейчас делаются практически, как вы сказали, по шелчку пальца. Ходовой пост не похож ни на один другой. Он получил новую, уникальную компоновку приборов управления. Гидроакустическая система корабля стала в разы эффективнее, а также инженеры смогли сделать тише и без того тихую подводную лодку. Но главное, многоцелевой крейсер получил новейшую систему вооружения. А сколько этот боезапас? Сколько это ракет? Значит, это государственная тайна, поэтому сказать вам не смогу. Могу сказать, что это новейшие образцы вооружения военной техники. Казань на вооружении Северного флота с мая этого года, но уже выполняла задачи в дальней морской зоне, а поход в суровых водах Арктики показал, это самый совершенный в мире многоцелевой подводный крейсер. Михаил Абрускин, Алексей Набокин, Андрей Антонов, телеканал «Звезда» Североморск.